Максиму всего 16 лет. Он занимается любимым спортом, пейнтболом и учится в школе. Но кроме того, что он умный и хороший мальчик, он еще и чемпион мира. Буквально на днях Максим вернулся с первенства по пейнтболу, которое проходило во Франции. В молодежной сборной нашей страны предстояло пройти четыре схватки с соперниками из Латвии, Польши, Швеции и хозяевами поля французами. Последний матч оказался самым сложным. Но Максим не только не растерялся, но и проявил спасительную для команды смекалку. Остался я один против вторых. То есть там было два варианта. Или же оставаться, остарелить своих противников, или же бежать на кнопку. Я решил побежать на кнопку, глядя на всех. То есть добежал, нажал на кнопку без поражений. И там сочетали поинт. Скорее всего, даже очень важный поинт для нашей игры. Противники не ожидали такого, что остается один противник, и он побежит на баню. То есть они, скорее всего, думали, что есть еще какие-то игроки у нас на поле. И ожидали от них каких-то дальнейших действий. Но они, скорее всего, не согласовали свои действия. Пять лет назад Максим решил, что будет покорять вершины пейнтбола. Цель поставил сложную, амбициозную – попасть в сборную страны. Этот вид выбрал не случайно. Решил не ходить по проторенной дорожке, а повторять – занятия в регионе не самые популярные. Прорваться в основной состав сборной страны удалось в этом году, обойдя соперников из других регионов. Я тренировался для сборной усиленно два года. Делал каждое утро отжимания, пресс, приседания, чтобы увеличить выносливость. То есть для сборной самое главное – это выносливость, стрельба, быстродействие и самое главное – думать головой. Теперь Максим востребован. Ему уже предложили играть за столичную команду. Там пообещали прокачать его навыки и потенциал. Ему не мешает этот вид спорта в учебе, в помощи мне какой-то. Он живет этим. Он прям проникся полностью этим видом спорта. Тренер очень сильно играет в его жизни большую роль. То есть как и мама, в принципе. А вот и тренер Максима – тот, который заботливый и требовательный, как мама. Президент региональной федерации пинтбола Денис Хисмитулин рассказывает, потенциал можно увидеть в каждом игроке. Но Максима всегда отличала усердие, талант и желание трудиться день и ночь. Пинтбол – такой вид спорта, который очень сложный для мозга человека. Поэтому только опыт может его развивать. То есть количество игр, безусловно, влияет на его развитие. Каждое соревнование и каждая тренировка, она проходит на надувном поле, как вариант, и расположение фигур на поле, оно каждый раз разное. То есть человек, играя на разных полях, он обретает все больше и больше опыта. Поэтому и развивается его и внимательность, и интеллект. Здесь все очень сильно задействовано. Реакция, скорость и все остальное. Пинтбол в регионе не очень развит, но в последнее время набирает популярность. За счет таких серьезных побед в том числе. Но есть проблема. Детям и взрослым заниматься на территории города негде. Нет ни зала, ни площадки. Популяризировать есть желающие, а вот возможности это делать нет. Хотя перспектива очень серьезная. 2018-й стал для пинтбола золотым годом. Россия – абсолютный чемпион мира. Первые награды взяли и мужская, и женская, и молодежная команды, и ветераны. Есть чем гордиться. Правда, в нашем регионе пока Максимом и его товарищами по виду спорта гордятся только друзья, родители и тренеры. Достижения получаются не благодаря, а вопреки всему. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.